привет друзья сегодня ролик у нас из разряда готовься не летом у нас на участке есть кессон в этом году мы запустили водоснабжение в дом так как в трубы заходит ледяная вода а сверху металл нагревается солнцем образуется конденсат который приходится ну раз в месяц вычерпывать и откачивать шваброй хоть воды немного но за месяц ведро набегает а так как скоро зима вся вода может замерзнуть и это будет очень плохо поэтому сегодня займемся утеплением кессона необычным способом сначала думал сделать просто круглый пирог утепления сверху но мне показалось этого мало поэтому решил делать колпак да не просто колпак а целый декоративный камень для начала взял лопату и начал снимать небольшой слой земли тем самым чуть заглубился и заодно выровнять плоскость далее взял остатки бруска и нарезал куски по 20 сантиметров они будут выступать в качестве зазора выставил их вокруг основания и слегка прижал обмотал шнуркой кто внимательный увидит что шнурка это использованный фильтр для воды поэтому никогда не выбрасывайте их в хозяйстве всегда пригодится общая внутренняя высота у меня составила 35 сантиметров значит это будет глухой карман а все что выше будем закрывать для утепления кессона было закуплено пяток листов пеноплекс комфорт это отличный утеплитель и для нашей задачи у него огромный ряд преимуществ например низкий коэффициент теплопроводности и нулевое водопоглощение а значит никакая влага дождь снег и перепады температур ему не страшны также высокая биостойкость в таком материале не разводятся жучки и паучки и бактерии грибы и растения различные микроорганизмы а еще он безопасен и срок службы у такого утеплителя более 50 лет узнать подробнее оставлю ссылку в описании можете сами убедиться такой материал часто применяют строительстве а если есть хорошая фантазия то и в обычном домашнем хозяйстве пеноплекс круто выручает пеноплекс я резал при помощи лобзика и старой изношенной пилки на который сточил оставшиеся зубья и стал оборачивать кессон закреплял временно на обычные саморезы далее чтобы листы быстро склеить применял клей-пену пеноплекс фас фикс таким образом уже через 10 минут конструкция набрала прочности верхнюю крышку также закрыл пеноплексом и сюда пошли все остатки которые даже были на участке когда колпак немножко подсох решил его подрезать и придать ему форму у пеноплекса отличная прочность нажатия и на изгиб поэтому можно смело сжимать обрезать сгибать и придавать необычную форму убрал лишние остатки они еще пригодятся взял в руки сетку она мягкая ячейка 6 на 6 миллиметров осталось от строительства дома в рулоне было примерно 4 метра и по моим расчетам должно хватить обматываю ей вокруг и фиксирую на пару саморезов а далее загибаю к центру она будет выступать в качестве армирования всей конструкции подготовка завершена с одной стороны можно оставить и так пеноплекс будет работать и диапазон температур у него с запасом от минус 70 до плюс 75 градусов но чтобы придать интересную форму вход идет монтажная пена прям много пены прям реально очень много пены у меня ушло баллонов 6 тут зависит все от размера в вашей поделки оставляем на сутки засыхать и на следующий день продолжаем работу сам колпак очень легкий перенесли его в мастерскую для дальнейшей обработки моя супруга съеживается когда режешь монтажную пену но ничего через часок я быстро это вылечил задача была срезать все выступающие края придать необычную форму чтобы было похоже на огромный камень поначалу дети называли это огромным пирожным в общем работа закипела закончив работу с пеной я продул с пистолетом и переходим к следующему этапу прикупил мешок штукатурки для наружных работ вот вам кстати совет как разрезать мешки снизу кидаем брусок и делаем надрез канцелярским ножом таким образом легче работать со смесью и при необходимости проще контролировать расход замешиваем пластилин и начинаем лепку конечно как начинающие штукатуры мы работали шпателями как говорится всем семейством но поняв что форма выпуклая с ямами вход пошла лепка и кстати это намного удобнее и ускоряет работу нанес первый слой штукатурки и оставил подсыхать затем сделал второй слой а потом еще 3 пытался сгладить края смоченным валиком и оставил до полного высыхания следующий этап это шлифовка и сглаживание краев руками эффективно но через пять десять минут она наглухо отсыхает и вход пошла шлифмашинка и работа закипела далее всю поверхность сочно загрунтовал грунтовка по камню бетону выждал по инструкции два часа и стал покрывать краской по камню и кирпичу цвет выбрал серый у нас в доме крыш серая дверь серая да и крыльцо тоже будет у входа серая в общем небольшой такой дизайн проект после подсыхания краски стали перетаскивать на свое место камешек стал немножко тяжелее но одному поднять несложно просто неудобно из-за большого объема и тут семья снова в помощь ну и два регулирования строго за нами декоративный камень отлично встал на свое место и радует глаз приезжали друзья первый вопрос где спер камень а когда начинают стучать ржут и удивляются где взять такой же поэтому друзья идея реально огонь и красиво и функционально да и пеноплекс плюс пена дадут огромный запас утепления и выровнять температуру в кессоне кстати прошла неделя и я заглянул во внутрь и внизу как ни странно сухо а значит тема рабочая оцените видео лайком напишите свое мнение в комментах и подписывайтесь на канал спасибо за просмотр друзья всем добра удачи позитива всем гениальных интересных классных идей всем пока пока в субтитрах Субтитры подогнал «Симон»